Данное увольнение нашего ректора, избранного большинством голосов, подавляющее. Это не что иное, как сведение счетов. Потому что вся предшествующая история, начиная с ноября 2016 года, она очень ярко проявляет позицию гражданскую нашего ректора, которая не подписала документы о передаче имущества в область, которая ни коим образом не согнулась перед любыми угрозами, угрозами увольнения неоднократными. И тем не менее отстаивала интересы консерватории, интересы студентов, интересы педагогического коллектива. Это достойно уважения, конечно, и мы не можем оставаться в стороне этой ситуации, потому что это и наши интересы. И, конечно же, мы будем до конца, до последнего поддерживать Викторию Павловну и будем требовать того, чтобы в городе все-таки исправилась вот эта ситуация с культурой. Потому что страдают не только консерватория, но также и музыкальные школы, библиотеки. Это все коллективы, музыкальные, творческие коллективы города. Я думаю, что нужно обратить внимание общественности, обратиться ко всем людям, которые во власти, которые могут нам помочь. И каждому человеку с тем, чтобы нас поддержали. Поэтому данная ситуация настолько вопиющая. Вот эта вседозвольность власти приводит к таким последствиям. Для нас полная неожиданность была, потому что без предупреждений, я так думаю, я так думаю, как председатель правкома, что все-таки ректора должны были в какой-то степени предупредить хотя бы за три дня, что будет происходить. У нас сейчас сессия, у нас набор идет в июне месяце, в июле месяце приемные экзамены. И, конечно, для нас просто совершенно несовместимое действие учредителя, который болеет за наше учебное заведение, должен, по крайней мере, болеть, платит нам деньги за то, чтобы мы хорошо работали и бьет по рукам. Вот это, вы знаете, мы никак не можем этого понять. Я считаю, что все, что происходит, происходит с целью уничтожения нашего учебного заведения, потому что наше здание слишком привлекательное для многих. Хотя я знаю, что существует закон, по которому здания, принадлежащие образовательным учреждениям, нельзя передавать под банк или под боулинг или под что-то еще, а они должны быть образовательными учреждениями. Мне кажется, целенаправленное торпедирование всех эстетических возможностей, которые дает наша консерватория, это умерщвление культуры, это беспредел и вызывает недоумение и сомнения. Мне кажется, такие люди, которым поручено руководить культурой, просто не имеют права находиться на этом посту. Это несправедливость, это неуважение и кадровая ошибка, потому что Давыдова доказала делом, что она может и должна работать в консерватории в этом качестве. Более того, здесь замечательный коллектив, который по сути сейчас обезглавлен, потому что вслед за отставкой Давыдовой грядут отставки проректоров, которые были верными помощниками Давыдовой, которые с честью исполняли свои обязанности. Такое учебное заведение уникальное, уничтожить нельзя, и мы не дадим это сделать. Мы, коллектив консерватории, требуем уважать наше мнение. Мы выбрали ректора, и мы имеем право свой выбор отстаивать. Что грозит нам? Что угрожает вот это увольнение? Чем оно нам опасно? Я так понимаю, что если сейчас поставят другого человека, наверное, на что и рассчитывают комитет по культуре во главе с Дмитрием Константиновичем Куделькиным, заместителем Литвиновой Натальей Юрьевной, они, прежде всего, наверное, поставят человека более сговорчивого, который подпишет все необходимые документы. Может быть, на это они рассчитывают. Но коллектив категорически против. Студенческий коллектив, педагоги все, концертмейстеры, то есть абсолютно все. Мы требуем, первое, вернуть консерватории избранного ректора. Второе, при назначении чиновников в сфере культуры осуществлять экспертизу их качеств, чтобы не допускать к руководству людей, которые абсолютно не разбираются в том, чем они руководят. Третье, дать нам возможность осуществлять свою деятельность в нормальном, предсказуемом режиме, обеспечив стабильное финансирование. Четвертое, остановить попытки пересмотра истории в отношении столетия консерватории. Субтитры создавал DimaTorzok